Хватит, говорит Путин, поигрались в мусульман, теперь завязываем. Борода, говорит, твоя, что-то стала слишком длинной, слишком большой. По всей видимости, теперь и Кадыров, и вся вот эта братья стоящая за ним, которые отрастили все бороды, все такие... Тут на днях была встреча, как они ее назвали, встреча кавказской семерки, по-моему, вот так они ее назвали, и даже решили, что это какой-то... И даже решили, что это вот в формат, который противостоит формату G7, большой семерки. Короче, была встреча глав северокавказских регионов с Путиным, и на этой встрече Владимир Путин обратил внимание на бороду Рамзана Кадырова. Давайте посмотрим этот момент. Когда Путин вошел в зал, то если смотреться в эти кадры, первым делом он обратил внимание на Кадырова. Рамзан Кадырович, по-моему, борода у вас осталась, еще побольше, нет? Да, сейчас пропускаю. У нас все на контроле. Кадыров, ты, я надеюсь, понял ведь, да, посыл, что это же была не шутка, ты же понял? Ну, точнее, это была шутка, в которой было явное послание для тебя и твоей своры. Хватит, говорит Путин, поигрались в мусульман, теперь завязываем. Борода, говорит, твоя, что-то стало слишком длинной, слишком большой. По всей видимости, теперь и Кадыров, и вся вот эта братья стоящая за ним, которые отрастили все бороды, все-таки внешне пытаются походить на мусульман, теперь вам как бы ясно дали сигнал, что все, больше этого произвола вам не позволят. Я думаю, что это не просто так Путин пошутил. Скорее всего, после этой шутки борода Кадырова потихоньку начнет укорачиваться, если не радикально, не сразу потихоньку. И он будет ее укорачивать, и все, кто вокруг него, всякие замеды Чалаевы, и кто там у них. Короче, все вот эти, все все Дилимхановы и прочие, которые внезапно с конца 2015-го начал бороду опускать Кадыров, хотя у нас за бороду до этого всех преследовали, это была такая отличительная черта, по которой определяли политические, религиозные убеждения человека. Если ты носишь бороду, значит, ты точно не кадыровец, ты против кадыровца, значит, у тебя, ты исповедуешь ислам другой, и ты, значит, потенциальный террорист, экстремист и так далее. И так было. Но в конце 2015-го года Кадыров начал потихоньку бороду опускать, и все его окружение начало тоже опускать бороды. И вот сейчас вы видите, да, все они такие бородатые. И по всей видимости, это, видимо, напрягало, и до этого напрягало всевозможных российских чиновников. Этот, что ни говори, внешний вид мусульманина, внешняя атрибутика мусульманина, а это именно атрибутика мусульманина, она раздражает российских чиновников, им это не нравится. И, видимо, вот сейчас пришел тот самый, скорее всего, момент, когда Кадыров такой, то есть Путин такой, решил, что все, хватит играть мусульман, давайте теперь снова превращайтесь внешне тоже в российских чиновников. Ну, либо я допускаю второй вариант, что это было указание, чтобы не сказать, что ты отъел харю Кадыров, может быть, таким образом он просто сказал, тебе борода стала большой, подразумевая, что у тебя твоя тыква стала слишком большой, ты уже, бывает, что человек растет в длину, в ширину, ты уже пошел в глубину, тебе уже некуда расти в ширину, ты пошел в глубину. Хотя, в целом, я наблюдал вроде бы позитивные какие-то моменты в твоем здоровье, я смотрел, ты снова начал что-то там тренироваться, какие-то упражнения делать, там, в спортзале бегать начал, потеть начал. Я думал, что вроде бы восстанавливаешься, но с весом пока нет у тебя прогресса. Ведь, может быть, я допускаю, что Путин, может быть, таким образом тебе намекнул. Но это вторая версия, больше я, конечно, склоняюсь к тому, что теперь бороды всем обрадется выбирать. И вообще, для вас, для зрителей, я хотел обратить ваше внимание. Посмотрите, как вот все то, с чем боролись у нас дома российские власти, вот кадыровцы, все то, с чем они боролись, они потом сами начинали это практиковать. Вот заметьте, сначала была такая жесткая борьба с хиджабами. Чуть ли там мы будем, значит, та, кто хиджаб наделала с покрыванием подбородка, мы будем там ее раздевать, заглядывать ей в нижнее белье. Такие вещи, да, они творили. Творили, творили, а потом раз, и начали всех одевать в хиджабы. Да, конечно, там такой специфический хиджаб, который нельзя назвать хиджабом, но в то же время даже это, то есть то, что они, то, что используется какой-то специфический хиджаб, но это дало свободу тем нашим сестрам, которые хотели носить этот хиджаб, и для которых это была проблема, было проблемой, из-за которого их похищали, и, в общем, мы помним все эти моменты. Потом, помните, была борьба с намазом в четыре раката после молитвы джума в мечетях в пятницу? Помните, когда два раката совершили, значит, молитву в пятницу, те, кто выходили, их останавливали, их забирали, обвиняли в ваххабизме, пытались заставить людей совершать четыре раката после этих двух ракатов джума и четыре раката дневной полуденной молитвы. И потом сами кадыровцы отказались от этой практики, и теперь, наоборот, те, кто требуют совершения этих четырех ракатов, даже они какими-то маргиналами у кадыровских мол даже считаются. То есть это тоже то, с чем они боролись, в итоге они сами начали практиковать. То есть сами кадыровские молы теперь в большинстве своем не завершают эти четыре раката полуденной молитвы. Потом с бородами было то же самое. Тут это уже лично, хотя и все остальное меня лично касалось, но это особенно. Потому что последнее время, что я жил в Чечне, это были очень тяжелые времена, когда я должен был, как человек, находящийся в федеральном, в международном всевозможных розысках, передвигаться по городу, так как везде выходили какие-то, выставлялись рейды, посты, которые выявляли просто бородатых людей, молодых ребят. И из-за бород их останавливали, забирали, бороды сбривали насильно, какие-то там на видео снимали, какие-то профилактические беседы проводили, против кого-то уголовные дела заводили. В общем, это была такая огромная проблема ношения бороды. И что в итоге? В итоге сами кадыровцы боролись, боролись, боролись с бородами, сами стали носить эти бороды. Так можно привыкнуть еще, там еще несколько примеров можно к тему привести, но я думаю, хватит уже об этом. В общем, все то, с чем они боролись, в итоге они сами начинали это практиковать. Но вот сейчас я думаю, что с бородами придется все-таки подзавязать, подукоротить, обратно приобрести вид российского такого стандартного чиновника. Ну, посмотрим. Это мое такое предположение. Будем наблюдать, посмотрим, как будут ли изменяться во внешности кадыровцы в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok